Максим Александров победитель забега на две версты. Во-первых, Макс, что такое две версты? Что это за забег такой вообще? Две версты, как тебе вообще? Ну, потому что пробег в честь 130-летия. Да нет, нет, не вот эта историческая справка, а вот как тебе эта дистанция? 2100 сколько-то метров. Вообще ни туда, ни сюда, ни полторашка, ни пятак. Не, нормально. Я бегал не раз два километра на стадионе. Вот, и мне нравится эта дистанция, еще лет пять назад первый раз я попробовал пробежать, потому что это не так быстро, как полтораха, но и не так долго, как тройка. То есть вообще, по мне, это кайфовая дистанция. Ну, то есть ты типа можешь как бы и подраскатить немножко, да? Да, это такой умеренный темп и достаточно недолгая дистанция. Ладно, а что там по результату у тебя было? По результату, ну вот самое быстрое я бежал. Не, 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 вот сейчас, сейчас. Поскольку ты сейчас сбегал? А, сейчас, вот я по часам посмотрел, первая тысяча у нас 247 была с половиной. Ага. Вот, но это мы катили так. Ну, 247 вообще ни о чем, мне кажется, для вас. Да, вторая, ну вот, у меня получилось 239. 239. Да, ну и плюс там еще вот этот хвостик там 133 метра. Ну как, доволен результатом? Доволен, да. То есть, я доволен поставлен, ну, выполнением поставленной задачи. Потому что я с тренером договорился, что после 800 метров, то есть первые 800 метров я качу. Вообще пофигу, как там подбегут. Ага. А после 800 метров надо уходить, потому что, ну, ребята сильные со мной бежали. И на последние там куски, даже на последние 500-600 метров оставлять уже нет смысла. Они могут меня спокойно подбежать и убежать. Ну, то есть, они лучшие финишеры, чем ты. Ну, да, я пока не на стоп в плане финиша уверен с такими ребятами. И я, честно говоря, побежал за 1300, получается. Сам не особо в себе уверенным будучи, но просто иного шанса не было. Я так считаю. Я убежал, никто меня не поддержал. Меня это, наоборот, подстегнуло, что как бы есть нормальные шансы от ребят оторваться. Надо только держать вот этот темп и, в принципе, догонять. Ну, я создал отрыв метров 30 где-то, как я посмотрел. И, блин, на кроссе такое достаточно тяжело сократить. Ну, еще на таком коротком, да. Смотри, главный старт в этом сезоне у тебя был в Казани, наверное? Да, в Казани. То есть, ну, из Казани прошло уже достаточно много времени. Сейчас, ну, вот этот старт, он как бы, как он? Какое место он имеет в подготовке, я не знаю, или в соревновательном графике? В общем, после Казани я продолжал интенсивно тренироваться, выступил на МВД, на кроссе, на пятерке. И после МВД я тоже не сбавлял интенсивности, потому что у меня вот этот старт был намечен, две версты. Далее я побегу завтра еще десятку в электростали, снова с Лехой Поповым и Чавкиным-Колем. Вот, а 26... А, потом у меня ЦС Динамо еще. Подожди, 26-ое это завтра? Да, завтра. Я вот сегодня сразу уезжаю, в 5 утра приеду в Москву и бегу завтра десятку. Подожди, завтра... Стоп, ты сказал, что ты побежишь пейсмейкером на полумарафоне. Пейсмейкером через месяц. А, через месяц? А, на марафоне ты побежишь. Я просто подумал, что ты завтра побежишь и поведешь чуваков на час 06, я думаю, какого черта час 06 везти кого-то? Нет. А, это круто, конечно. А ты когда-нибудь пейсмейкер забеги до этого? Ни разу. Ни разу? Ну, как... Я считаю, мне присущ такой ровный бег и, в принципе, там надо бежать по 3.07, где-то 3 оси. Вот, я считаю, что смогу удержать. А ты бегал полумарафон до этого? Да бегал, я и 30 километров бегал. Ну, а какой тебе личник наполовинка? Не-не-не, я бегал в тренировочном режиме. А, ну, понятно, темпарики. Ну, в тренировке как-то бежал там, блин, час 10, помню, такую я себе. Я сам себе устроил такой быстрый забег. Ага. У меня такие длинные, я люблю пробеги, мне кайфово бегать. А, ну, круто. 30 километров я вообще со скуки один раз побежал, по 3.40, 3.45. Ясно. Ладно, всё, спасибо, Макс.